О проблемах надо говорить с улыбкой, считает Любовь Печенина. Правда, это и есть ее главная проблема. Улыбаться во все 32 ветерану труда никак не удается. В городскую стоматологию она ходит регулярно, но вот до лечения дело не доходит, нет материалов. У меня благая цель – помочь, как-то продвинуть вот этот вопрос, чтобы мы, пенсионеры, не ходили без зубов, не расстраивались, не плакали. Врачи стоматологической поликлиники помочь женщине рады, но сделать ничего не могут. Материалы для работы здесь ждут уже давно. Хотя обещают, что материалы вот-вот уже поступят у нас, но пока вот есть такая проблема, что можем, то есть починки протезов мы все равно осуществляем. И такую работу, которая смежная с другими специалистами, то есть снятие коронок происходит для лечения и удаления зубов, и фиксация коронок – это все у меня. То, что свою работу могу сделать. Приобрести красивую улыбку в мирном – не проблема. Главное – кошелек. Двери этой стоматологической поликлиники не закрываются с 9 утра до 18 часов. Здесь лечат зубы как детям, так и взрослым. Металлокерамика, оксид циркония, он, конечно, дороговат, но тоже люди ставят. Инплантанты у нас по несколько, по три, по четыре даже операции в день проходят. Материалы надежные, эстетичные и безумно дорогие. Чтобы не положить зубы на полку, Любовь Григорьевна должна заплатить за протез примерно три своих пенсии. Вот и ждет она свой бюджетный вариант. Старики молодые зубы вставлять не все же могут по 75 тысяч платить и по 80. Я говорю, люди небогатые в мирном живут. Врачи уверяют, осталось ждать недолго. Но изменить ситуацию без поддержки сверху не могут. Ждут, когда подпишут заявку на материалы. Проблемы бюрократического характера, они являются, ну, как бы, причиной является еще не утвержденный план хозяйственной деятельности. Как он на днях должен быть утвержден, после этого у нас будет возможность уже закупать расходные материалы для ортопедов. Усложняет ситуацию и кадровый вопрос. Не хватает в городской стоматологии ортопедов и хирургов. Прием ведут руководители. У нас вакантная ставка сейчас хирурга-стоматолога и ортопеда-стоматолога-протезиста. Мы, в свою очередь, заведующим лечебно-протезического учреждения Сергея Игоревича, перекрываем эти приемы. Он стоит на хирургическом приеме, я как могу стою на зубопротезном приеме. Тем временем очередь с каждым днем растет. В городскую стоматологическую поликлинику за услугой протезирования обратились уже более 50 человек. Августе Степанова, Наталья Николаева, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край».